Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Игра Stickman Spider Battle Simulator сегодня у нас в ролике! Мы сегодня вместе с вами будем с помощью Stickman'ов сражаться против насекомых, которые хотят захватить, я подозреваю, в ванную комнату, потому что здесь вокруг кафель. А может это даже и больница. Сегодня в ролике мы вместе с вами будем открывать новых персонажей, а также проходить уровни. Сегодня у нас первый уровень внизу, как мы видим, вот какие персонажи 2 нам всего лишь доступно на данный момент. В будущем, конечно, будет открываться очень много, у нас сверху появятся персонажи, с правой стороны, с левой, а также будет очень много насекомых. Игра реально крутая, поэтому обязательно поддержите этот ролик лайком, а также можете написать в комментариях, какое животное у вас есть дома. Может у вас есть мышь, кот, собака, может у вас пауки вот такие вот живут, или может у вас, ну, тараканы по кухне бегают. Ну что же, мы продолжаем. Второй уровень, у нас уже 788 золотых монет, и мы сейчас продолжим. Давай поставим чувака с топором. Вот у нас парнишки с топорами стоят. Также мы сзади можем, в принципе, поставить... А, подожди, с пистолетами. Давай, тоже с топорами и парочку с пистолетами, смотри. Без проблем, исправимся с пауками. Смотри, какие пауки побежали. Реально, они уже по коленам. Вы представляете, такие пауки в реальной жизни. То есть вы такие вышли, вам родители говорят, допустим, Вова, иди выгуляй собачку. Собаку, говорит, выгуляй вечером после школы. Ты такой, приходишь, а тут огромный паук спускается с дерева и съедает твою собачку. Судя по той тенденции, которая есть сейчас, сейчас больших собак в городах мало кто заводит. То есть обычно в частном секторе там какие-то большие, крупные. А в городе там питомцы, как кошка, бывает даже меньше. Вот я гуляю по аллее, да, и вижу там собак выгуливают. И думаю, боже мой, что это за собаки? Ну, типа, я не знаю, за ними ухаживать, наверное, легче. То есть они меньше жрут, такие маленькие собачки. Размером меньше даже, чем коты. Не знаю, я привык, что собака должна быть большая. А там такие смешные гуляют, маленькие. Так вот, вы такие гуляете с собачкой. Паучок спустился и сожрал вашу собаку за пару тысяч долларов. Это довольно смешно. Ого, какие пауки уже поперли. Паучары, ты посмотри, сколько здесь их. Ого. Ну, это уже серьезная заявка, я вам скажу. Против наших юнитов. Отлично. Также тут есть реклама между уровнями, но придется ее, конечно, где-то здесь и вырезать. У нас уже четвертый левел, пока что никакой юнит не открылся. Но я вам хочу сказать по секрету, игра реально крутая. Вот выглядит просто, но когда дойдешь до десятого уровня, там уже попрут такие насекомые, что реально можно и обосраться. Посраться, они размеры. Смотри, какие пауки большие. Они нападают на наших стикменов с топорами. Давай, руби пауков. Просто какое-то нашествие пауков, ребята. Ого. Смотри, какие бронированные. Они такие... Даже рычат что-то. Смотри, жопа у него полосатая. Паук-пчела. Или паук-оса. Наши ребята все вырубили. Кстати, чувака с пистолетом завалили. Что, все, нету? Пятый уровень. Нам уже открылось два персонажа. Один персонаж это такой вот у нас стикмен-ниндзя с двумя катанами, да? А второй это за 126 золотых монет у нас открылся чувак с автоматом. Но я вам хочу сказать, когда я вижу этого вот персонажа с мачете, сразу вспоминаю ролик, где я смотрел еще, по-моему, полгода назад, как один англоязычный ютубер что-то снимал там ролик во дворе. У него в руках было две... По-моему, два мачета было. И он, знаете, когда есть такая игра Android, где там бросают, ну, там, фрукты, и ты должен разные разрезать, допустим, ножами, чем... Что-то, да? Так вот, получается, что... Там кто-то снимал на камеру, как он... Ему бросали фрукты, он, типа, их разрезал. Этот дурачок, в прямом смысле этого слова, мачета себе как засандалил в ладонь, что реально там чуть себе не отрубил руку. Там на камере все было, как бы, заблюрено, но потом уже были какие-то, по-моему, вроде бы, как фотки. Ему врачи сказали, что он чуть не лишился руки. Не просто царапин, а он просто как-то разрезал. Они уж что-то большие мачеты. Он там махал-махал, вот. И чуть себе помню, то ли левую ладонь не отхреначил, то ли правую. Вот точно не помню, какую ладонь, но там такой разрез прям до кости и кость повредил. Я вот, когда вижу в руке два каких-то колющих инструмента холодного оружия, да, там, ножи или что-то, я сразу вспоминаю именно этот ролик. У меня аж мурашки по коже. Ну что, на изи мы справляемся с уровнями. Вот, пауки нападают. Давай, руби их. Йо-йо. Чё, вы же даже прыгать можете. А не, ну, сверху прыжок такой. Только прыжок у него неправильный. Он как бы подпрыгивает и двумя катанами бьёт, да? А прикольно, если бы он как бы подпрыгивал и такой ещё катану прям в голову. Ты, ты, сверху вниз, пауку. Мы видим, что появляются новые юниты. С правой стороны у нас розовый. Ну, пока что нам ещё недоступен какой-то чувак с ядами против комаров. Нам открылся чувачок с дробовиком, стикман. И стикман с ядами против насекомых. Видите, антипаук, я бы сказал. А тут будет антикомар. Также у нас есть, пока что недоступен снайпер с каким-то ярокезом и какое-то чудовище за 176 монет. Давай ставим парочку дробовичков. Спереди, а, уже нечего поставить. Давай тогда вот так вот. А, всё, монет нету. Ну да ладно, пошли вперёд. Посмотрим, как они справятся с ядами. Давайте, пшшш. О, давайте, пауков. Уничтожайте. Они такое ощущение, как будто в противогазах. У них как-то головы низко стоят. А головы прям, я не знаю. У них, кстати, плечи возле ушей, вы посмотрите. Как-то неестественно у них плечи расположены вообще. Так, всё отлично у нас. Давай поставим вот этих вот парнишек с топорами. А сзади уже с ядами. Вызвали такого. Мастера сказали, у нас в ванной комнате завелись пауки. И вот тебе 120 долларов, на тебе. Уничтожи их. И такие три чувака заходят. А тут, ребятки, не просто пауки. А паучищи, вы посмотрите. Ооо, такие бегут вообще бешеные. И вот тоже пауки, вы посмотрите. Ого. Давай, давай. Нападай. Нападай, паучара. Всё. Уничтожили их. Просто на есть. Ой. Кстати, у пауков какая-то неестественная механика движения. Насколько мы знаем, пауки, они так вот бегают и ногами как бы быстро передвигают. Здесь же пауки так, получается, как кони. Они как-то скачут, что ли. Ну, понятно, что это игра и, возможно, как-то современную механику движения насекомого здесь невозможно сделать с этим движком. Но всё равно игра прикольная. Напоминает мне игру Home Wars, в которую мы играли ещё в прошлом году. Где мы в различных комнатах с помощью солдатиков там играли и воевали. К сожалению, разработчики завершили разработку этой игры. Они уже чётко в стиме отписали, что они её больше разрабатывать не будут. Ого, какой паук пошёл. Оса, ты посмотри, оса жалит. Оса размером больше в два раза, чем наши стикмены. Вы представляете? Вот скачут пауки такие. Скачки. Та-та-та-та-та-та-та. Хе-хе-хе. Полосатая жопа. Ой, паук полосатая жопа. Что у нас дальше? Вот открылся новый какой-то юнит. Вы посмотрите. Я не знаю, то ли это росомаха, то ли это какой-то мутант-гибрид. Но у него, получается, на конца рук или даже... Да, не, подожди, у него... Я не мог понять, это у него локоть вот это? Или это плечо из плеча, сразу рука, продолжение руки. Короче, какие-то мутанты, у которых огромные лезвия. Я бы сказал, это какие-то гибриды росомахи и квазимод. Ну, по-другому никак. Кстати, а сколько у росомахи вообще этих лезвий? Три или четыре? Или у Фредди Крюгера было три? Короче, что-то я не понял. Ну, напишите в комментариях, сколько у росомахи лезвий. У нашего росомахи здесь в игре их по две штуки с каждой стороны. И 48, отлично, как раз один стикмен будет с пистолетом. А, еще и сзади что-то. Вот, пошла атака, ты посмотри. Ого, оса прилетела. Чпоньк. Ну, оса... Смотри, комары. Какие мутанты летают. Ничего себе, что это за юниты-то такие? Ого, это черная оса. Какая-то супер ядовитая. Смотри, какой паучара. Он уже рос там практически как стикмен. Ему прям в рот. На! Говорят, у тебя несвежее дыхание. Держи, паук. И вот, смотри, зеленая жопа. Слушайте, где-то этого паука я уже видел. Не помню. В какой-то игре он уже был вроде бы. Что у нас? Никакой юнит не открылся. Одиннадцатый уровень. Давай мы дальше поставим наших... А что поставить? Давай чисто поставим парнишек с ядами. Пусть они ядами пойдут и будут всех вот травить. Очень много с ядами. Такое ощущение, как будто это не ядок, а как будто у них барабаны. Па-па-па-па-па-па-па. Победа, победа, победа. Ого! Тарантул, ты посмотри, у него на жопе тоже когти какие-то. Глядь, у него два жала. Вот это поперла атака. Зеленая муха. Фу! Зеленые мухи, они же лазят по ногам. Они где только не лазят. Они на всяких вдохлых животных лазят. Короче, они вообще как падальщики, получается. Вот зеленая муха. Зеленая муха. Вот этого паука вроде бы еще не было, который идет. Смотри, какой он длинный. И вот, и вот тоже новый паук. Вы посмотрите, ребята. Вот это паучища. Ну, наши барабанщики, их называют так, на изи пока что расправляются. Их даже никто не может ужалить, потому что они сразу... У них нету перезарядки. Они идут и просто... Вот этот паук тоже какой-то крутой. Смотри, бронированный. Это маленький. Это брат. Паука сзади атака. Сзади тарантул напал на нашего. Ты посмотри. Он напал на стикмана с пистолетом и просто сожрал. Все-таки убили одного барабанщика. Отлично. Двенадцатый уровень. Нам пока что никакие новые юниты не доступны. Но ничего страшного. Я уже вижу тысячу семьсот девяносто шесть золотых монет. Значит, мне кажется, сейчас будет реально вакханалия. Значит, мы ставим... Смотри. Парочку ребят у нас будет с катанами. Надо так, чтобы с разных сторон защищать наших юнитов. Смотри. Тут у нас тоже антипаук. Здесь тоже антипаук. А в центре надо что-то такое с огнестрелом. Вот, мне кажется, дробовичок как раз подойдет. То есть, по идее, дробовик должен вообще отлично по всем стрелять. И на семьдесят две золотые монеты мы можем поставить всего лишь одного юнита с синим пистолетом. Давай в атаку, дружище. В атаку! Ого, пауки-скакуны! Йо, давайте, ниндзя! В атаку! Зачистите! Это такое ощущение, что реально с какой-то пещеры вылезли пауки, которые жили там миллионы лет. И наши сейчас юниты пытаются тут отбиться. Какой-то легкий уровень был. Продолжаем. Пока же... Тринадцатый левел. Ох, ну сейчас будет. Это будет битва. Реально крутая. Смотри, что мы сделаем. Сзади давай. Троих спереди. Тоже троих. Тут еще будут. Антипаук. Четыре штучки. И нам нужен какой-то огнестрел. Давай с дробовичками. Так, есть с дробовиками. Все, пошли в атаку. В атаку побежали! Ого, смотри, пауки полезли. Пчела! Подожди, это какая-то черная оса. Она с одного... Я бы не сказал укус. С одного жала, да? То есть он ожалит и убивает персонажа нашего. Ниндзю сразу. А ну, давай, всех жми. Мухи прилетели, пауки. Так, сзади тут никто не нападает. Никого сзади нету. Ага, вот комары летят, смотри. Или прилетел комарик и был у него в руке фонарик. Что, все? Да не может быть. Слушайте, короче, объясняй, в чем ситуация. Четырнадцатый уровень. На самом деле, в игру я играю уже не первый раз в эту. То есть у меня три часа пытаюсь записать ролик. Так вот, в чем прикол. Ну, просто я играю на эмуляторе, видите, мышь. И у меня были проблемы при записи. Что я только не перепробовал. Так что хочу сказать. Каждый раз, когда ты здесь в игре играешь, разный уровень, рандомный. То есть нет одинаковых уровней. Вот, допустим, мы тринадцатый на изи прошли. У меня есть там ролик, где у меня все жестко лагало. Так там тринадцатый. Еле-еле прошел один юнит, вот этот барабанщик, который вообще выжил. Там нападали спереди, атака была. Потом сзади атака. Спереди атака, сзади атака. И так было пять раз атак разных. И еле один выжил. У нас четырнадцатый лавел вообще ни о чем. Я не знаю, с чем это связано. Непонятно, как тут в игре все происходит. Может это... Я не знаю, как. Там такие пауки лезли. Прям оранжевые пауки. А мы даже оранжевых тарантулов еще не видели. Так там на тринадцатом уровне оранжевый тарантул был. Представляете? Тринадцатый. А у нас вот сейчас будет четырнадцатый. Может все-таки будут где-то оранжевые тарантул? Не знаю, как-то игруленько вообще. Непонятно, как она работает. То есть, черт просто поймешь, как оно тут все происходит. Так, нам также открылся чувак с дробовиком. Смотри, я не знаю, чуть получше дробовик. Обрез какой-то, да? Что у нас есть? Еще есть монетки. Я бы еще одного поставил вот этого. Антипаука и антипаука. Поехали. Вот, пошла атака. Надеюсь, сейчас оранжевые пауки будут. Но наши отлично отравят. Смотри. Ого. Вот черный. Да, черный тарантул. А есть, ребята, еще оранжевый тарантул. Он, по-моему, такого же размера. Или больше. Вот я не помню, какой у него там размер был. Нету зайца спереди. Ничего. Да что это за уровень такой днищенский? Вообще не понимаю, в чем прикол. Ладно. Смотри, что мы сделаем. Реально, игра как-то непонятно работает. Давай мы поставим очень много этих япошек. Ниндзя наших. Стикменов. В центре тоже паучки. Потом поставим пистолеты. И можем поставить с дробовиком. И на. Давай вот так вот. 44. Короче, я наставил кучу непонятных юнитов. Посмотрим, что это за уровень. Ну вот, вот этот паук. Да, большой. Ого, теперь здесь черные тарантулы огромные. Ты посмотри, что происходит. Вот это тоже пауки огромные. Мухи какие. Ого, паучищи. Оранжевых нету пауков. Нету. Где оранжевый паук? Так, давай глянем. Может они еще где-то ползут. Ничего не ползет. Наши идут вперед. На изи всех разносит. Давай, ноги руби. Кто кого? Блин, паук сразу вырубил нашего ниндзя мастера. Ну, я вам скажу, непростой уровень. Что у нас тут? А, вот еще с эмочкой какой-то чувак и огнемет, да, там, со щитом 280 монет. У него в левой руке щит огромный, а в правой топор. Шестнадцатый левел. Ну, да ладно. Давай мы с топориками поставим наших бойцов. Тут мы поставим антипаук, антикомар, три. Сзади тоже антипаук. И можно парочку таких ребят, которые будут там постреливать. Надеюсь, что их пауки не сразу сожрут. Так, за 44 давай сюда поставим. Давай в атаку, побежали. Розовые, грязные какие-то. Вот этот комар, мы уже его видели. Реально монстр, такой не слабенький. Где пауки вообще? А, вот они где. Ого, комары летят. Оса. Смотри, оса какая большая. Это комарик. Смотри, какой у него нос. Так, комара вырубили. Вот пауки. Вот этот жирный какой-то паук, смотри. Мы такого еще не видели. У него какие-то колени красные. А, вот оранжевый, вот. Так он был на 13 уровне в прошлый раз, а сейчас какой 16. То есть уровни здесь рандомные. То есть здесь нет обычной такой, знаете, скажем... Так, еще кто-то идет? Нет, никто не идет. Где уровни, ты смотришь, можешь как-то их переиграть. Здесь они рандомно появляются. И что? Вот это что такое летит? Смотри, серая какая-то. Что за серая оса? Вот оранжевый. Офигеть! Привет, паучок! Давай. Теперь сзади атака пошла. Смотри. Сзади залетела муха. Мушка залетела, перебила всех наших стикменов с пистолетами. Все. Атака закончилась. Ну что, ребята, мы с вами прошли реально прикольных 16 уровней. Нам уже открылся какой-то снайпер с Иракеза. Мы его сможем посмотреть в следующем видео. Я думаю, что следующий ролик будет довольно интересным, потому что мы уже откроем огнеметчика, чувака со щитом. Попробуем этого снайпера с оранжевой снайперкой, потом снайпера с белой снайперкой и еще какого-то чувака с желтым автоматом. И посмотрим, что там будут за новые насекомые. Может, реально там что-то огромное вылезет? Я не знаю. Мы с вами посмотрим уже в следующем видео. А вы обязательно подписывайтесь на канал Вобблера, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк. Обязательно напишите в комментариях, что у вас за животное живет дома. Может, у вас мухи живут. Комары, я не знаю. Там собаки. Может, котики. Пишите. Черепаха, может, у кого-то. Хамелеон, рыбы. Все это пишите. Также не забывайте жать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики с канала Вобблер. С вами был я. Удачи. И пока. Да, тараканы есть тоже пишите. А-а-а.